Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня у нас с вами будет классный эфир. Сегодня я расскажу вам больше о том, что такое ментальные практики, о том, почему это может быть интересно вам. И, в общем-то, расскажу вам о том, каким образом использую это я. Потому что я достаточно часто употребляю это выражение, ментальные практики. И знаю, что для многих людей это остается непонятным, что это такое. Кто-то спрашивает меня, Ольга, в какой книге почитать в ментальных практиках, что это такое, что нужно делать, как нужно делать. Но сегодня я постараюсь вам дать немного больше информации на эту тему. И, естественно, заагитировать вас, также использовать эти практики в своей жизни. Ну и, наверное, начать с того, чтобы подготовиться к этому. Потому что практики – это, знаете, как и любое занятие спортом. Изначально нужно подготовиться, приготовить форму, настроиться ходить, купить себе абонемент и уже после этого приступать. Мне было бы неплохо, если бы сейчас кто-то зашел сюда и закрыл двери от моих попугаев. Но я постараюсь пока справиться без этого. Итак, я договорила все, чтобы вы подключились. Мы сейчас с вами будем начинать. Давайте начнем сначала с определения того, что такое вообще, что я называю ментальными практиками. Во-первых, давайте сделаем такое небольшое сравнение. Что для нас, например, когда мы говорим о том, что... Ребята, ну секунду, я все-таки закрою попугаев, иначе я выну. А мне это не очень хочется. Вынаказаны. Вынаказаны. Вот, простите. Все происходит, все как в жизни, потому что это и есть жизнь. Итак, когда мы с вами начинаем заниматься физическими упражнениями, мы знаем, что это физические упражнения. Это упражнения для того, чтобы менялось наше тело. Ментальные практики – это упражнения, которые меняют наши мысли, которые меняют наше восприятие жизни, которые помогают нам изменить вообще свое видение в целом на жизнь. Зачем? Для того, чтобы мы с вами могли изменить свою жизнь в целом. Очень классное такое сравнение, которое я вам хочу дать, что мы все с вами любим плодоносные деревья. И мы все с вами... Потому что что такое является плод на дереве? Плод является неким результатом. Мы с вами видим, какие вкусные яблоки, какие там красивые, какая черешня крупная. Но по сути на то, каким будет плод, влияет какие были семена, какие были корни, влияет какая была почва. И плод – это всегда результат. И мы в жизни всегда стремимся повлиять на результат. Мы хотим, чтобы наша жизнь была офигенная. И пытаемся давить всегда на верхушку, на то, что мы видим. Нам надо больше, лучше как-то. Но мы забываем о том, что для того, чтобы мы могли влиять на результат, на видимое, работать нужно с невидимым. И что все, что отражено вокруг нас – это та видимая часть, которая является уже результатом наших с вами мыслей, нашего с вами внутреннего состояния. И для того, чтобы мы могли с вами на этот результат не просто влиять, а мы могли его менять, нам нужно работать с внутренним. Нам необходимо научиться работать со своими мыслями, со своими убеждениями, со своим настроем. Потому что именно наши убеждения, именно те программы, которые есть внутри нас, и влияют на результат. Вы никогда не будете богатым человеком, если вы постоянно все экономите, если вы боитесь денег, если вы считаете, что деньги – это зло, если у вас есть какие-то свои, свой опыт, который у вас был, мы же говорим, ну я же это проходил, у меня было так, я так больше не хочу. Например, вы девушка, и вы жили с нормальным парнем, и тут ваш парень или мужчина, или муж начал богатеть. Он разбогател и завел себе любовницу, или ушел к другой. У вас волей-неволей сформировалась такая вот программка, опыт, убеждение, что деньги, если бы не деньги, то мы бы с ним не разошлись, он бы не нашел кого-то другого. Деньги все испортили. И вот такая вот незначительная история, которая влияет на вашу жизнь, и вы понять потом не можете, почему деньги к вам не приходят, или почему у вашего мужчины нет денег, почему, что произошло, а причина вот есть в этом. И вы во внешней жизни пытаетесь что-то сделать, устроиться на работу, много очень работать, но пробить вот этот финансовый потолок вы, например, не можете. И это как раз и есть невидимая часть, потому что в видимом мире вы очень сильно пытаетесь, а в невидимом мире у вас есть как раз вот эти вот мощные шоры и замки. И ментальные практики – это те практики, которые помогают нам работать именно с нашим внутренним, которые помогают нам разобраться и убрать негативные убеждения, например, и заменить их на позитивные. Ментальные практики – это очень обширное понятие, в которое мы можем включать. И такие вещи, как медитация. Медитация – это способ расслабления нашего сознания, это способ переключения на наше подсознание, подсознания, на уровень нашего подсознания, где мы можем с вами как работать с какими-то программами, убирать какие-то блоки, болезни, которые есть в нашем теле, разбирать какие-то ситуации, то есть это очень глубокая история. Ментальные практики – это работа с аффирмациями, например, аффирмация – это то, что мы очень часто с вами повторяем, то, что становится в итоге частью нашей жизни, это тоже называется ментальной практикой, в том числе. Ментальные практики – это практики, которые помогают нам получить некие такие навыки и качества, которые помогают нам в жизни. Например, это сосредоточение. Мы, есть специальные ментальные практики, которые учат нас сосредотачиваться. Почему? Ну вот смотрите, простой пример, чтобы вы понимали силу нашей мысли. Очень часто человек говорит мне, я стараюсь мыслить позитивно, вроде бы мыслю, или я там проговариваю, что у меня все хорошо, но у меня все равно ничего нехорошо. Почему так происходит? Дело в том, что если бы вы, например, замеряли по времени, сколько времени вы уделяете каким-то обычным делам, которые не приносят вам никаких результатов, или сколько времени вы находитесь в состоянии, например, стресса, сколько времени вы находитесь в состоянии недовольства, и сколько времени вы концентрируетесь на чем-то действительно позитивном, вы бы увидели, что это несоизмеримо. Мало того, у нас очень хорошо получается долго концентрироваться на плохом, но отвратительно получается концентрироваться на хорошем какое-то продолжительное время. И вот помните, все в детстве мы играли в такую игру, мы брали увеличительное стекло и пытались, значит, зажечь, разжечь огонь. И, кстати, в детстве у многих это очень сильно получалось. Недавно я дала детям своим лупу и говорю, что с помощью того, если у вас будет на лупу попадать солнечный луч, то у вас может зажечься огонь. Но дети начали делать вот так вот, да? Они взяли лупу, они видят солнечный свет, но у них не получается. Почему? Потому что очень важно сосредоточиться, сконцентрироваться на одном месте и подождать, пока солнечный луч будет четко бить в одну точку через это увеличительное стекло. Только тогда может произойти огонь. Вот мы с вами не умеем уже этого делать сейчас абсолютно. Если вы попытаетесь в течение пяти минут, а это одна как раз из ментальных практик, если вы в течение пяти минут попытаетесь сосредоточиться на одной мысли, то вы можете заметить, что у вас это получится далеко не сразу. Потому что уже после 10-15 секунд вы заметите, что вы думаете о чем-то другом, что ваша мысль куда-то убегает. И вот пять минут может стать для вас настоящим испытанием. В течение этого времени это будет для вас вечностью, и вы увидите, что ваши мысли постоянно убегают, вы можете себя проверить. И это показатель того, почему вы в жизни не можете сейчас забить в себя какую-то, ну, забить плохо, установить новую программу, потому что вы просто не можете на этом сосредоточиться. Вы начинаете делать это и уходите. Посмотрите сейчас на нас. Мы даже пост не всегда можем до конца дочитать. Мы ленту листаем, у нас вылазит сообщение, мы не помним уже, какую соцсеть мы открыли. Мы очень хаотичны. И за счет этого у нас с вами большая проблема, например, с тем же сосредоточением. Мы не можем сосредоточиться в жизни на своей цели. Мы не можем сосредоточиться на том, чтобы даже написать себе план, не говоря о том, чтобы его выполнить, потому что мы очень сильно расфокусированы. И вот как раз выполнение ментальных практик, есть специальные практики, которые учат нас сосредотачиваться, учат нас концентрироваться на одной мысли, учат нас создавать те самые образы, которые в результате, такие мысли-формы, наши мысли, которые в результате приобретают формы. У нас именно главной нашей проблемой с вами является то, что мы сейчас живем не просто в век потрясающих возможностей, но в век, когда количество того, что вокруг нас происходит, количество информации и скорость вообще движения всего, настолько высоки, что остановиться является для нас проблемой. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что вы западаете в телефон, что вы не понимаете, сколько проходит время, что вы говорите себе, еще одну секунду, еще один пост, сейчас, и потом, вот у меня, например, это происходит выброс в телефон, я просто его выбрасываю физически, ну, стараюсь на мягкое, конечно, потому что иначе ты просто находишься в каком-то залипе. И ты говоришь, сейчас-сейчас я что-то сделаю, сейчас-сейчас-сейчас, но ты залипаешь. И это происходит сплошь и рядом. Так вот, ментальные практики, это как раз практики, которые помогают нам научиться делать то, что нам необходимо, думать о том, что нам нужно. Я уже говорила о том, что у нас с вами в голове идет непрерывный поток мыслей, непрерывный поток мыслей, он не останавливается. И у нас с вами есть такой закон, называется закон контроля. Когда мы понимаем, что так или иначе, это, знаете, как вода, например, вот из водопада, она идет вне зависимости от того, хотим мы или нет. Но представьте себе, что у нас есть с вами кнопка, которая переключает воду в розовый цвет или в желтый. То есть вода будет в любом случае, но у нас есть кнопка, которая может поменять ее цвет. То же самое с нашими мыслями. Закон контроля нам говорит о том, что у нас с вами мысли идут постоянно, но у нас с вами есть возможность выбирать, какие мысли это будут. И в тот момент, когда вы понимаете, что вы заняты обсуждением кого-то, вы заняты негативом, вы заняты обсуждением проблем, вы заняты обсуждением того, что происходит с кем-то, вы делаете то, что никак не повлияет на вашу жизнь, вы можете взять и сказать себе, стоп, сейчас я подумаю о себе, сейчас я буду думать о том, что надо делать мне, и мы можем, или сейчас я буду думать о хорошем. Какая разница, о чем сейчас говорить, о плохом или о хорошем? Разницы в контексте разговора нету никакого, но разницы в контексте результата, который я получу, колоссальны, потому что когда я говорю сейчас даже в компании о чем-то негативном, я создаю вокруг себя вот такую вибрационную негативную волну, которая притягивает ко мне подобные мысли. А мысли, как мы с вами уже знаем, отображаются затем в формах. Когда мы идем, вдруг подвернули ногу, вдруг на нас там поехала машина, что-то там нас обрызгало, и так далее, и так далее. То есть вот такая вот динамика притяжения каких-то таких ситуаций. И, соответственно, когда мы знаем с вами вот этот закон контроля, что мы можем эти мысли контролировать, и мы включаемся в это, это тоже наши ментальные практики. Ментальные практики, по сути, занимаются именно тем, что помогают нам контролировать свои мысли. Но это не бесконечный процесс. Ну, как вам сказать, с одной стороны, наша задача с вами научиться постоянно это делать. То есть постоянно контролировать, что мы делаем, что мы говорим. Но для того, чтобы это произошло, нам изначально нужен тренажер. Ну, помните, вот как со самкой, например. Я, конечно, не лучший человек в этом примере, я это знаю прекрасно, но тем не менее, когда вы начинаете там заниматься своей осанкой, вначале вы все время забываете о том, чтобы держать плечи. Ну, вы там приходите, вы делаете какие-то упражнения, какую-то зарядочку специальную, там массажи. Но в какой-то момент вы начинаете об этом вспоминать. То есть вы как бы пришли, сделали упражнение, вышли, опять стали сутулиться. Но чем больше вы делаете эти упражнения, начинает происходить какой-то момент, когда вы вдруг начинаете, ваши мышцы начинают держать, вы начинаете головой вспоминать, вы начинаете обращать внимание на то, что другие люди держат осанку, и в вас начинает это включаться. Это говорит о том, что упражнения начинают давать какой-то результат. Да, то есть когда из состояния осознанного контроля, то есть вам нужно все время это контролировать, вы переходите в состояние неосознанного контроля. Если вы посмотрите, например, на танцоров, на бальников, на тех, кто занимается балетом, вы их всегда выделите, да, вы помните этих святых людей, у которых вот это все вытянуто куда-то там, и они супер прямые, и девушки, которые ходят вот так с выворотом, да, стопы. Это происходит уже, они это делают не специально, они уже не думают об этом, они просто много тренировались. То же самое у нас и с ментальными практиками. Ментальные практики – это то, на что мы выделяем специальное время. Это не означает, что мы так живем, но с помощью ментальных практик, мышления для нашего ума, мы вырабатываем то, чтобы мы потом в сознательной, в своей обычной жизни, первое, не негативили, второе, не вступали в какие-то негативные обсуждения, что значит тоже не негативили, чтобы мы работали над своими убеждениями, и в тот момент, когда нам хотелось сказать, я не могу, у меня не получится, деньги ко мне не придут, отношения у меня не складываются, чтобы это перестало происходить с нами в обычной жизни, и чтобы у нас появились другие программы. И вот это и есть те ментальные практики, которые мы, я сейчас говорю об участниках рерайтера жизни, это уже проходит у нас на второй волне клуба, позже об этом расскажу, эти практики мы делаем ежедневно. Изначально существует такой некий трекинг, когда мы учимся. Помните, в любых занятиях, когда вы приходите, есть обучение. Если кто-то из вас немножко занимался йогой, то знаете, есть такая стадия обучения, когда вы разучиваете эти позы, то есть вы должны научиться, для того, чтобы потом иметь возможность делать со своим телом то, что вы хотите. То же самое в ментальных практиках. У нас изначально идет 6 недель обучения с помощью специальных упражнений, которые я называю тренажерами. Это упражнения, которые объясняют нам, как работать с аффирмациями, как работать с размышлениями. То есть не как мы уже это делаем, но делаем это на специальных каких-то шаблонных программах, которые максимально помогают нам раскрыться. И уже по прошествии 6 недель, когда мы обучаемся всему этому, мы можем закладывать любые свои аффирмации, программы, то, что нам необходимо получить в своей жизни. Таким образом, ментальные практики я, например, ну и все участники клуба выполняют каждый день. Сейчас в моей жизни ментальные практики занимают 20-30 минут в день. 20 минут – это упражнения, каждая из них занимает 5 минут. Это 4 упражнения, которые я себе вписываю на неделю, и в течение недели я выполняю именно эти 4 упражнения, которые я для себя определила, как сегодня наиболее необходимые. Плюс – это медитации. Медитации бывают разные. И медитации на самом деле прежде всего нужны для того, чтобы вы могли расслаблять свое тело и убирать весь стресс, и все то, что, знаете, как бы является таким себе, такими колючками, которые мешают вам дальше жить. Потому что чем больше стресса у нашего тела, чем больше наши клетки начинают вот как-то себя вести неправильно, тем мы больше привержены к болезням, к депрессиям, к каким-то срывам нервным, психологическим. Мы находимся в состоянии кокона. И главная задача медитации, вне зависимости от того, на что именно она направлена, это расслабить наше тело и позволить нашей крови, нашей лимфе, всему циркулировать так, как нужно. Но медитации также, которые, например, делаю я, которые проходят мои участники, есть определенные направленности. Это есть медитации, которые, например, помогают настраиваться, там, медитация с денежными убеждениями, которая помогает программировать свое подсознание на деньги. Есть медитации, которые помогают работать со здоровьем, например, медитация, в которой мы полностью лечим все свое тело, расслабляем, рассматриваем каждый наш орган и каждую нашу клеточку, что позволяет нашему телу оздоравливаться. Есть медитации, которые помогают нам работать с программными какими-то установками. Например, у вас существует какое-то убеждение, и вы бы хотели с ним поработать. Есть медитации, которые помогают нам найти свое предназначение. То есть медитаций на самом деле очень много, и медитацию в ежедневном формате вы выбираете ту, которую вы хотите. Вплоть до того, что это просто может быть медитация направлена на расслабление, где ничего такого особенного не происходит, кроме того, что вы просто свое тело полностью расслабляетесь, и это расслабляете, и это дает вам такое некое приятное, классное ощущение, и снимает с вас какой-то внутренний весь этот дисбаланс, и то, что может доставлять вам впоследствии неудобства. Вот именно это и называется ментальными практиками. В результате вот этой работы ежедневной ментальные практики очень сильно помогают и влияют на всю нашу жизнь. Почему? Потому что ментальные практики – это программирование и работа с вашими мыслями, от которых напрямую зависит ваша реальность. То есть, по сути, мы работаем над плодами, над результатами, но мы работаем не взяв сам плод и пытаясь его докрасить красной краской или наколоть нитратом, чтобы он был вкуснее, а мы работаем с ним на уровне корней, на уровне семян. Мы берем и выбираем лучшие семена, мы делаем лучшие удобрения, то есть мы работаем изнутри и убираем все то паразитирующее, что у нас есть. Потому что, как я вам уже сказала, в течение нашей жизни к нам приходит огромное количество различных убеждений. Что такое вообще убеждения? Это наше такое некое определенное мнение на какую-то тему, которая у нас сформировалась. Сформировалась посредством того, что мы с вами где-то росли, с кем-то общались. Как правило, наше убеждение формирует наше окружение. Как это происходит? Ну, например, вы были маленькая, это вот про меня. Я была маленькая, моя мама очень любила общаться, у нее было много подружек. Помните, они сидели и болтали на кухне, а мы там маленькие игрались, но страшно все любили вот это подслушивать. И, например, когда мамин и подружки рассказывали про своих женихов, про личные отношения, и, в общем, все доходили к мысли о том, что мужчины как бы, ну, немножко скоты, и нужно рассчитывать на самих себя, поскольку это были мамин и подруги, и это была моя мама, и у меня не было в 3 или в 5 лет там оснований не доверять и считать, что эти люди могут считать как-то неправильно, ведь они же взрослые и все знают. У меня выросло абсолютно четкое убеждение, что я могу вырасти и родить детей самостоятельно, мужчина для этого не нужен, и что, в принципе, женщина может нормально зарабатывать сама, обеспечивать. И доверять мужчине не надо, и все мужчины любят выпить, потому что мой отец был алкоголиком, потому что потом мой отчим начал пить, и все мужья моих маминых подруг все пили, и я знала, что это нормально и по-другому не бывает, и нужно быть готовым к тому, что однажды он сильно запьет, и ты уйдешь с ребенком, и тебе должно быть куда уйти, и лучшая квартира будет записана на тебя. Вот приблизительно вот такие убеждения у меня сформировались, и к своим 18 я прекрасно этим владела и понимала, что жизнь она такая, и не надо от нее ждать чего-то большего. Наши убеждения формируют наши рамки, наши ограничения, и мы, как правило, за них не особо выходим, потому что они сформированы на мнении и на словах тех людей, которым мы доверяем. Точно так же, как учитель, которому тебе сказали, что нужно верить, он старше, он все знает. Вот он однажды там пришел, тебе сказал, что ты там бездарь, ты там в математике никто, и ты ему тоже в этом очень четко поверил, потому что это же учитель, он многих выучил, он взрослый, а ты тут ребенок, и значит, ты бездарь, и ты с этим смирился, потому что такая у тебя судьба. И вот раньше вот это воспитание очень мощно в течение поколений, десятилетий передавалось таким образом. И вот это ментально, на ментальном уровне в нас засело. Смотрите, очень простая история. Трудовая книжка. Для кого из вас имеет сегодня значение трудовая книжка? Я вам скажу больше. Я была долгое время работодателем, у меня было много людей, и огромное количество собеседований. И почти никогда не было такого, чтобы человек, который пришел устраиваться на работу, не спросил за трудовую книжку. А теперь скажите мне, пожалуйста, скорее всего, у наших детей уже никогда не будет трудовых книжек, и, возможно, их не будет сильно раньше. И вообще, зачем вам трудовая книжка? Каким образом она влияет на вашу жизнь? Ответьте мне на этот вопрос, пожалуйста. Жесточайшее убеждение людей, которые на абсолютном автомате уверены, что должна быть трудовая книжка, как и должна быть пенсия, которая там, не знаю, 44 доллара сегодня, наверное, в Украине, а может и меньше. И зачем? Вот скажите мне, пожалуйста, откуда это берется? Совершенно необдуманно. И в результате человек живет с мыслью о том, что когда-то он выйдет на пенсию и не будет работать. И это тоже момент такого убеждения, которое является огромной травмой. Так вот, как раз формат... Вы тут, а то вообще не шевелитесь у меня почему-то, уже опасаюсь. Так вот, формат ментальных практик помогает нам разобраться в себе, помогает нам найти наши проблемы в наших старых программах и помогает нам установить наши новые программы. Ребята, дайте, пожалуйста, какой-то знак. Это мне вообще ничего от вас не грузится, не делается. Даже эти картинки не подгружаются. Ну ладно, я буду надеяться, что все хорошо. Вы просто вести мы, вы не можете мне ответить. Итак, давайте теперь к сути. По сути, если говорить, то любые аффирмации, которые вы проговариваете, любые какие-то действия, это как в зарядке. Вот любые упражнения, которые вы делаете, можно назвать физическими упражнениями. Я все-таки боюсь, что меня никто не слышит. Я чуть-чуть куда-то передвинусь. Перейду на всякий случай. Нет. Ладно. Давай будем надеяться, Оля, на себя. На то, что все-таки кто-то в этом эфире останется. Или не останется. Я попробовала его прервать и начать заново. Даже зайку попробую надеть. Зайка-то вообще. Совсем мне не нравится, что мы висим-то. Люди. Ура, 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 фу, спасибо. Я уже испугалась. Думаю, ну сама с тобой я, конечно, умею разговаривать, но все-таки. Это же не прикольненько все. Класс. У меня просто все висело. Замечательно. Ну вот вы теперь знаете, как я себя веду в странных ситуациях. Давайте возвращаемся к ментальным практикам. Значит, вы можете делать ментальные практики, какие вы захотите. Теперь вы знаете, что это. Вы можете афирмировать, мастурбировать и прочее. Вот я уже говорила про мастурбацию мозга. Многие любят этим заниматься. Это все можно отнести к ментальным практикам. Но это точно так же, как делание каких-то упражнений. То есть вы там что-то делаете, надеетесь на какой-то результат, а что-то оно добудет. Кто-то разбирается с этим больше, кто-то разбирается с этим меньше. Я, конечно, все-таки как человек, который любит достигать результатов, я люблю такой, знаете, подход методологичный. Такой, чтобы вот была хорошая база, и тогда все складывается. Именно база нам необходима. Знаете, хорошего танцора или гимнаста, как мать, профессионал, могу вам сказать, отличает именно хорошая изначально заложенная база. Вот когда база, техника есть, вот тогда они уже могут вытворять все, что захотят. В ментальных практиках такая же история. Именно поэтому после марафона «Рерайтер жизни» всех людей, которых это пропирает, я всегда не то что рекомендую, я настоятельно требую, чтобы люди переходили в клуб. Потому что именно после того, когда мы создали книгу своей жизни, после того, когда мы разбираемся с людьми в процессе марафона, я рассказываю очень много о том, как устроен наш мозг, и каким образом мы создаем свою реальность с помощью этих самых мыслей, очень хочется дать людям тренажер, научить людей, каким образом это можно делать. И кайф этого в том, что когда вы научитесь делать это единожды, это остается навык с вами на всю жизнь. То есть вы всю жизнь можете это использовать. Будут ли делать практики люди всю жизнь, я не знаю. Я, например, делаю и не собираюсь останавливаться. И объясню вам почему. Когда я начала выполнять практики сама, я очень в это верила. Верила я в это по той простой причине, что, во-первых, я проанализировала всю свою жизнь, такую видимую ее часть в контексте взлета, выпадений. И поскольку я начала достаточно давно, ну как достаточно давно, лет 13-12 назад я начала изучать различные подходы в ментальных практиках, так это можно назвать, медитации и разные, существуют разные методы, разная методология по работе со своим подсознанием. Но я всегда это изучала так, знаете, марафонненько. То есть я прошла, внедрила, получила результат и подумала, что все. Это, знаете, прошла, похудела, вот и потом продолжила снова есть как есть. Я уже приводила примеры ментальных практик, вы, наверное, только подключились. И я все время у меня были вот эти, типа, сделала, остановилась, сделала, остановилась. И когда я проанализировала свою жизнь, я поняла, что когда я делала, мои самые большие прорывы и были. Потому что я хорошо помню, как у меня была полная задница, полная безденежь, я вообще полная, все полное. И мы оказались с мужем у мамы на Троещине. И я помню, как я шла к остановке и говорила о том, что я, Ольга Ермилова, самый известный свадебный организатор в СНГ, мое агентство «Идеальная свадьба», самая известная, самая успешная и самая прибыльная. И я это повторяла, и вообще у меня было три дня агентству, и не было еще ни одной свадьбы. И, короче говоря, все было плохо, но я не знала, просто мне больше нечего было делать. И я только это и твердила, и повторяла, и вот я пока шла там 10 минут к остановке, я это 10 минут говорила. И потом у меня началось обучение, потом я начала практиковать, и вот каждый мой финансовый взлет всегда был связан именно с тем, что в этот момент я что-то такое проходила, делала, медитировала, делала всякие ночные программирования и множество различных техник, которых я знаю и которыми я делюсь с рерайтовцами. И потом переставала это делать. И вот когда я переставала это делать, в моей голове все время жило, что, блин, надо же начать это делать, у меня все как-то шло вниз, и я думала, ёпс, у меня же нету сейчас времени это делать, мне нужно спасать все, что идет вниз. И вот когда в последний раз был мой последний такой длительный внутренний провал, который смешался и с финансовым, и со всем остальным, я, естественно, знаете, как вот люди в храм идут, да, там типа помолиться, я знала, что моя молитва – это практики, и что мне нужно к этому вернуться. И я это очень сильно ощущала, чувствовала, и я начала это делать, потому что у меня не было выбора. Потому что уже по сути для меня лично моя жизнь была провальной, вот для меня лично. И это было не так давно. И когда я начала это делать, и когда просто на моих глазах моя жизнь стала строиться, потому что всё, что я стала проговаривать, не очень веря в это, страшно страдая от всего этого и вообще, и когда оно начало по чуть-чуть, по чуть-чуть выстраиваться, конечно, для меня это было очень мощным толчком, и я поняла, что это не просто рабочая тема. Я поняла, что больше никогда от этого не откажусь, что больше никогда не проведу ни одного дня без работы над своими мозгами, что у меня будет ни одного дня в моей жизни, как бы сильно я не устала, как бы много я не сделала, что бы ни происходило, чтобы я не сделала эти практики. Потому что эти практики не просто вернули меня к жизни, не просто вернули в мою жизнь деньги, признание, успех, моё состояние, благосостояние. Эти практики вернули мне вообще меня себе, позволили мне вспомнить о том вообще, кто я, что я, для чего я, они меня внутренне наполнили. И это мега круто. И мы практикуем вдвоем с мужем постоянно, и этим, наверное, я могу тоже в том числе сегодня обозначить успех своего марафона «Рерайтер жизни», потому что я не продаю что-то ради того, чтобы продать. И сама не особо в это веря, как это делают очень многие люди. Ну давайте, давайте расскажем, как работает Инстаграм, ну давайте, давайте, как онлайн-бизнес запустить, сейчас, да, расскажем там, да, да, сейчас чего-нибудь нет. Я делаю, веду, я не знаю, снимаю, делюсь, живу, дышу, пишу то, чем я занята постоянно. То есть это сегодня мой образ жизни, и я точно знаю, что ментальные все эти практики и вообще история вся, вся, находится вот здесь. И ни при каких обстоятельствах нам нельзя об этом забывать. И что бы в нашей жизни ни происходило, что бы вообще, нам все время, знаете, хочется на что-то переключиться, нам кажется, нам нужно отдохнуть, мы устали, все, все вранье. Мы в этот момент, когда мы перестаем работать вот здесь, мы как будто бы бросаем руль своего роскошного, вообще самого роскошного в мире авто. И говорим, да пусть как-нибудь доедет. И потом удивляемся всем этим авариям, которые происходят в нашей жизни. Когда человек сидит и говорит, ёпси, еще вчера все было хорошо, сегодня моя жизнь разваливается. А я вам объясню, почему так происходит. Закон инерции никто не отменял. Когда вы начинаете переключаться мозгами на какую-то фигню, у вас не сразу все в жизни рушится. Какое-то время все идет так, как вот вы это настроили. Мы управляем своей жизнью, и мы на самом-то деле свои ментальные практики, как и медитации, делаем регулярно. Например, когда мы уходим в сон, это наше медитативное состояние. Но мы делаем это неосознанно. Поэтому перед сном мы не настраиваемся на что-то позитивное, а очень часто думаем о тех проблемах, которые у нас были за этот день. И в результате видим какие-то странные сны, и в результате просыпаемся невыспанными, и в результате у нас истерика. Потому что если вы ложитесь и в голове прокручиваете, как отдать долги, как помириться с кем-то, как там кто-то, что-то, то не удивляйтесь, что вы просыпаетесь вот таким вот. Мы проговариваем наши ментальные практики, происходит регулярно. То, о чем вы вечерком разговариваете и рассуждаете, о коронавирусе, не знаю там еще о чем люди сейчас говорят, вот, это все ваша ментальная практика. Вы на этом сосредотачиваетесь, вы это обсуждаете, вы это и притягиваете в свою жизнь. Когда вы за день повторяете тысячу раз, что вы устали, или я заболел, или я плохо себя чувствую, или у меня маленькая зарплата, или я заебался жить, или у меня голимый партнер, или когда вы с подружкой перетираете своего мужика, это тоже ментальные практики. Вы делаете ментальные практики, потому что все, чем вы кормите свой мозг, это ваши ментальные практики. Точно так же, как все, чем вы кормите свой желудок. Когда вы на диете, вы контролируете, что вы едите. Так вот, ваш мозг надо посадить на диету. Мозг нужно посадить на диету и убрать от него весь тот шлак, от которого он кайфует. Все эти дурацкие ролики ни о чем, которые вы смотрите и говорите, я это делаю для расслабления, точно так же, как когда вы едите всякий мусор и говорите, я это делаю для отдыха. Но вы забываете о том, что вы это делаете слишком часто, гораздо чаще, нежели чем вы кормите себя чем-то полезным. Это знаете, как человек приходит на день рождения, сидит там и говорит, я на диетке, вот он там кушает, кушает, кушает первое блюдо, а потом уже выпил и его понесло. Вот у нас то же самое происходит. Человек говорит, я мыслю позитивно, давай не будем говорить о негативе, и через пять минут он уже находится в обсуждении чего-то. В обсуждении чего-то и говорит, нет-нет, вот у нас такое с мужем бывает, вы что думаете, нет, мы святые, нет. И у нас бывает такое, когда мы начинаем что-то обсуждать, я ему говорю, например, что мы делаем, о чем мы говорим. А он мне говорит, нет-нет, мы же все понимаем, что мы просто об этом говорим. Я говорю, да, Сережа, это точно так же, как когда мы сидим с тобой, жрем ложкой торт и понимаем в 12 часов ночи, что киевский торт, сделанный из порошков, и в 12 часов ночи, это вообще просто жесть. Но мы это понимаем. Люди оправдывают себя постоянно, по-разному. Я продвинутая, я все знаю, читаю книжки, мне очень часто говорят, я рекомендую многим читать книжку, и на марафоне мы читаем книгу Джона Кеха. Подсознание может все, и люди часто мне говорят, я прочитал книгу, мне вообще в марафон надо идти. Оля, я прочитал книгу, но у меня есть тут миллион вопросов. Да я говорю, да хоть татуировки себе сделайте с этой книги, хоть татуировками оббейте. Вы что, правда думаете, что это изменит вашу жизнь, что чтение, у меня тут толпы умных книг лежат. Вы думаете, это как-то на вас повлияет, если вы их прочитаете, просто прочитаете. Изменение в своей жизни, это, ребята, сильно больше. И изменение в своей жизни, это означает изменение в своей башке. И поверьте мне, поменять свою квартиру, мужчину, гардероб, я не знаю, наклеить новые сиськи, волосы или что-нибудь еще сильно легче, чем изменить свои мозги. И это я вам могу сказать точно. Это очень непросто. И это не убеждение, хотя, наверное, я все время себе говорю, конечно, у тебя все получается легко, и я очень рада, что у меня получается. И то, что получается, это видимые изменения. Когда ты можешь пойти, например, и потратить за выходные 2-3 тысячи долларов, сегодня для меня это видимые изменения, потому что я долго не могла этого сделать. Я сейчас могу, и для меня это очень, ну как бы, очень большое радостное событие, потому что когда ты раньше это мог, а потом перестал, вот в жизни самое такое для меня, для меня лично, являлось наказанием то, когда тебе давали какую-то возможность, и потом ее забирали. Вот когда вы не знаете, например, что такое хорошая машина, у вас ее никогда не было, то вы не очень страдаете, когда у вас ее нет. Но если вы на ней поездите год, и у вас ее заберут, то, поверьте, ваши страдания будут велики. Вот так во всем, в классных отношениях, например. Когда вы не знали, что такое классные отношения, вы как-то, ну, в каких-то были. Но когда у вас были классные отношения, а потом вы их лишились и начали встречаться с каким-то мудаком, вы начинаете страдать, потому что вы понимаете, что такое классное. И так абсолютно, абсолютно, абсолютно со всеми. Так вот, все изменения в нашей жизни, которые происходят, мы делаем с вами сами, вот здесь вот. И все наши ментальные практики, вы их делаете ежедневно, просто вы об этом не знаете, и поэтому вы делаете всякую фигню. Вот, собственно, и все. И повторюсь, для меня ментальные практики стали не просто как бы показали мне, какой может быть моя жизнь, они ее несколько раз изменили. И в последний раз, вот в нынешний момент моего времени, когда я практикую уже достаточно продолжительный период каждый день, даже вот я встала в 5 утра, 2 дня я встала в 5 утра, чтобы с Ева ехать на соревнования. Обычно я делаю практики в постели, за полчаса себе делаю будильник, и просыпаюсь, и делаю практики прямо в постели, для того, чтобы когда я встала, уже эти практики были выполнены. Но когда ты в 5 утра встаешь, понимаете, что в 4.30 вряд ли, и вот я страшно уставала, дико уставала, мне вообще не хотелось ничего делать, у меня вчера дико болела голова, например, потому что просто я не выспалась, и весь день была на ногах. Но это святое, потому что я хорошо знаю, что если я этого не сделаю, то завтра что-то будет совсем не то в моей жизни, чего бы мне хотелось. Поэтому это поддержание ежедневного порядка своих мыслей и напоминание себе о том, чего ты хочешь. Я научилась программировать свою жизнь, программировать свое состояние здоровья, программировать свою финансовую ситуацию, программировать свои отношения. Потому что любая ситуация, которая сегодня возникает, именно с помощью мыслей я могу наладить отношения с любым человеком, в любом месте, со своим партнером. И это очень сильно мне помогает. Мне больше не нужно идти в мир, чтобы что-то решить. Я рассказала, посмотрите, пожалуйста, эфир в начале, я рассказала, что такое ментальные практики. Я уже об этом рассказала. Не будем повторяться. Все хотят, вот для многих людей, знаете, которые мне пишут, я понимаю, что под словом ментальной практики, и когда я рассказываю о том, что они дают, человек хочет, чтобы я дала ему 4 пункта. Проговаривай, пожалуйста, фразу «Я успешен». Второе. В 4 часа смотри массажиру свою голову, вот, и думай, я звезда. Третье. Настройся на кошелек, смотри на него и представляй, что в нем есть деньги. Вот люди представляют себе, очень многие, что ментальная практика – это нечто, скажите, что вы делаете, я буду делать то же самое. Это история про вас. Это история, когда мы, например, вот я вам говорила, 6 недель мы изучаем варианты, это как упражнения. Мы 6 недель изучаем, какие упражнения можно делать с вашим телом, да, только это с вашим мозгом, которые помогут вам. А дальше вы пишете программу под себя, вы выбираете себе, вы уже понимаете, как это устроено, и вы создаете себе на каждую неделю программу. Вы часто видите, я выкладываю я и мои рерайтерцы такие списки, где написан перечень упражнений и галочки, потому что мы каждый день ставим галочки напротив выполненного упражнения. У меня тут много зарисовочек, вот видите, галочки, для того, чтобы наш, вот есть там график упражнений, вот там 9 неделя. И мы ставим эти галочки для того, чтобы мы четко, точно знали, нам не казалось, мы не фантазировали, что мы эти упражнения делаем, а для того, чтобы точно наш мозг знал, что мы эти упражнения сделали. Безусловно, это дает очень серьезную дисциплину, безусловно, когда ты начинаешь над этим работать, ты сильно чаще начинаешь включаться в жизни, и уже какие-то программы у тебя заменяются сами по себе. Ты перестаешь быть жертвой, ты перестаешь позволять другим людям садиться тебе на голову, ты перестаешь другим людям позволять управлять тобой, ты вообще перестаешь быть зависимым. Ты становишься ведущим человеком, ты становишься хозяином жизни, который определяет, чего я хочу, чего я не хочу, как я буду себя вести, как я буду реагировать в этой ситуации. И даже если с тобой что-то происходит, что выбивает тебя вот в данный момент из ситуации, ты приходишь и способен спокойно, абсолютно сосредоточенно, помните, вначале я сказала, ты способен на этом сосредоточиться, понять, в чем, что тебя там мешало, решить этот вопрос сам собой, и никакой психотерапевт и психолог близко не нужен, потому что ты можешь раздуплить себя на раз, два, три. Это невероятно, но это работает. Я уже занимаюсь с другими людьми этим 7 месяцев, и я вижу, как люди внедряют это в свою жизнь, это уже не мои фантазии, я вижу, в кого превращаются эти люди, я вижу, насколько осознанными мы становимся. Осознанный человек — это который понимает, что с ним происходит и почему, который способен разобраться в своих мыслях и в своей реальности и найти следственную вот эту причину связи, почему это со мной произошло, что я сделал не так, почему у меня не строятся отношения, почему ко мне не приходят деньги, почему в данной ситуации я себя так чувствую. Самое важное, когда вы научились себя понимать, себя расфасовывать, тогда это вопрос уже времени и вопрос того, насколько вы быстро к чему-либо придёте. Но то, что вы придёте, это 100%. Поэтому ментальные практики, как по мне, не то что не менее, они сильно важнее ваших физических практик. Хотя те люди, которые занимаются своим внутренним видом, они, безусловно, начинают в рерайтере это очень важно, заниматься внешним видом, стройнеть, заниматься спортом, следить за своим здоровьем. Потому что когда вы думаете раньше, что именно называются ментальными практиками и что вы можете выполнять в своей жизни и считать, что это в своей практике. Но если вы хотите системный подход, то в рерайтер жизни, конечно, я вас жду в клубе, где я вас, ну, расскажу, объясню и самое главное, создам, там мы работаем группами. Почему? Потому что в первых порах, когда, например, вы работаете даже первым, почему вы сегодня не можете выполнить это. Почему у вас не хватает времени, почему у вас болит голова, потому что у вас есть всегда миллион причин не сделать эти практики. И это самое сложное на самом деле для большинства людей, заставить себя найти вот эти 20, ну, там, в начале это где-то 30-40 минут занимает. Группы очень друг друга поддерживают. Вообще, в принципе, все люди, которые меняют свои жизни, начиная от анонимных алкоголиков, это люди, которые работают группами. Потому что группы – это то, что вот именно с группами нам гораздо легче двигаться, нам нужна поддержка, так или иначе. Вы знаете, мне нравится то, что большинство людей весьма замотивированы это делать, и у них становится вопрос не просто не заставить себя, вопрос того, что я уже не могу этого не делать. То есть ты уже живёшь, если ты не сделал, например, практики с утра, ты живёшь в течение целого дня с мыслью о том, что это нужно сделать. И настраивает её. Это очень важно. Вроде вчера, сегодня взял и настроил. Так и мы. Мы себя настраиваем и затем держим на этой настройке. И если мы даже слетим в этот момент, какая-то эмоциональная ситуация. Вообще, это всё уходит до каких-то часов, иногда и минут, когда ты там в течение 30 минут себя в порядок, свою голову сказал, «Боже, что это со мной было?» И ты перенастроился. Я вот сегодня ехала там, с няней своей разговаривала и почувствовала, что какой-то уровень разговора, вообще того, о чём мы говорим, меня страшно бесит. Я закончила с ней говорить и так открыла окно. Так. Сначала выдула просто это из себя, просто выдохнула, вы знаете, выдохнула это. Потом сделала технику по работе с негативом, убрала, собрала эту эмоцию свою негативную и удалила её, а потом позвонила нашему рерайтовцу и просто сказала, что мне нужно срочно сейчас отвлечься на какую-то тему, потому что очень смешно вообще, чем я только что жила. Вот, и буквально одна минута, и всё. И как бы тема ушла, и так далее. И сегодня, как раз тот самый день, до первого числа у нас идёт продажа проб и марафона. У нас это всего несколько дней. Что такое проб и марафона? Это целых 5 долларов, которые вы получите миллион видео, которые вы можете посмотреть. Во-вторых, вы сможете побыть в течение 4 месяцев, мы там делаем, мы там пишем книгу, новую книгу, точнее, книгу жизни своей мечты, новой жизни. Мы рисуем свой плод, мы описываем свою жизнь, включая шаги очень классно, со специальными медитациями, с моими личными наработками. Уже о моём марафоне рассказывают много, вы можете перейти по ссылке, прочитать, посмотреть видео и увидеть... ...менять свою жизнь. Если вы чувствуете, что вы хотите научиться создавать свою реальность и понимаете, что... ...постоянно экономить. В общем, если бы вам хотелось вернуться в какую-то или найти какую-то другую свою жизнь, потому что вы верите и знаете, что ваша жизнь – это я, чем вы живёте сегодня, вот тогда вам точно стоит попробовать. Ссылочка есть прямо в профиле Инстаграма, вы можете перейти и посмотреть. Если кто-то будет смотреть в YouTube, всегда есть под видео. Ну, собственно... Субтитры создавал DimaTorzok ... Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите в личку, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok